Приветствую вас! Вы знаете, судя по тому, что вы написали, я ничего не имею против вас лично, да, от слова вообще. Друзья, вообще против вас вообще ничего не имею, вот. Ну просто, чтобы вы понимали, что я не настроен против вас, я не хочу ничего плохого для вас, вот, но то-то я скажу, возможно вам не понравится, то-то я скажу, возможно вам будет неприятно. Видимо, видимо, для вас не так уж важно удержать работу и сохранить работу. Если все, что вы написали по поводу своей проблемы укладывается, вот, знаете, в две строчки, даже меньше. То есть, вот вы сами подумайте, подумайте, насколько вам все это нужно. Вот, насколько вам нужно действительно сохранить работу. Понимаете? То есть, если вам это все важно действительно, по-настоящему, да, во что я могу поверить. Опять вот. Давайте разбираться. Давайте все тщательно проанализируем, разберемся, посмотрим, как, как, что происходит. Как, что, почему происходит. Вот. И так далее. Давайте, 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 давайте смотреть, давайте работать, давайте исследовать, давайте выяснимать. Вот. Понимаете? А пока, то, что вы описываете, выглядит как просто, знаете, вот такой, ну, как вот просто крик такой-то. Вы крикнули, да, и все, и ушли. Что с этим делать, работать с этим, не работать с этим, а это все уже не столь важно, наверное, для вас, для вас. Вот. Понимаете? Вот это, мне кажется, не та позиция, которая может принести вам какой-то хороший результат. Вот. Ну, опять, опять же, да, вот, просто потому, что для любого, любого результата нужно вложиться. То есть, для любого, чтобы получить результат, нужно вкладывать, нужно прилагать усилия. Вот. К тому, чтобы решить, решить свою проблему. Из этого я могу сделать выводы, что возможно, возможно, вы хотите уйти с работы. Хотите, чтобы, как бы, у вас работы не было, возможно, на вас тяготит работа, и вы от нее устали, и вам хочется, чтобы ее не было уже. Вот. А признаться себе в том, что вам надоело, или что вы устали, вы не можете. Вот. Потому что, ну, во-первых, что хочется сказать, да, то, что вы явно слишком много личного вносите в работу. То есть, любая работа, это свой листь работа, да, это не, она, она не должна быть чем-то большим, она не должна вторгаться в личностную, личностную сферу. Вот. Она не должна влиять на вашу личность, на то, что вы делаете в, ну, вот, сами по себе, как бы. Если это происходит, то можно говорить о том, насколько вы работаете, именно, чтобы работать, или насколько вы занимаетесь тем, чтобы себя реализовать. Понимаете? Вот. То есть, для чего вы работаете? Вот. Нужно, нужно выяснить в таком случае. Вот. А, что касается проблем, да, которые, которые у вас возникают, да, или могут возникать проблем, то я думаю, что они все имеют причины, эти проблемы, вот. И если их тщательно разобрать, эти причины, то выяснится, что примерно поровну, что это, половину, за половину ответственного вы, за половину ответственного, ну, соответственно, другие люди. Вот. Ну, люди, например, допустим, ваши коллеги начальства, да, вот, и так далее. И весь вопрос заключается в том, что вы готовы реально, что вы готовы с этим делать, и готовы ли вы, готовы ли вы делать что-то. Вот. Потому что, если готовы, то хорошо, если нет, то о чем тогда разговоры. Вот. Потому что, ну, как бы понятно, что, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, да, то вам самой нужно будет что-то делать. Как минимум. Вот. Вот, в принципе, то, что можно сказать непосредственно, ну, непосредственно по поводу того, что вы пишете. Да? А, что еще добавить? А вот добавить краску прекрасно, к сожалению, больше особо-то и нечего, потому что, а, слишком мало информации опять же вы предоставили. Для того, чтобы вам можно было, а, можно было бы что-то рекомендовать. Понимаете? Вот. Вот. И вам вроде бы и хочется порекомендовать. Да, ну, потому что все-таки у вас проблемы, да, все-таки у вас что-то серьезное. Вот. Вам вроде бы рекомендовать хочется, но в то же время и... А если неправильно, неправда. Ну, то есть, если неправильно рекомендую. То есть, если вот, допустим, то, что мы скажем, да, будет неверно. Как быть тогда? Понимаете? То есть, то есть, вот то, что я хочу сказать. Что-то я хочу сказать, да? То-то я хочу, чтобы вы поняли. Что-то помощь, чтобы она была эффективна. Да? Если вы хотите, чтобы помощь вам была эффективна. Вот. Что... Идеально. Прям вот идеально. Идеально, если вы предоставите нам как можно больше информации. Вот. О себе. О себе. О себе и о своей ситуации на, допустим, той же работе. Вот. Понятно, о чем идет речь? Вот. Так я надеюсь, что вы вот... Ну, я надеюсь, что вы меня поняли здесь. Вот. В целом, в целом, я думаю, что... Рекомендацию вам можно дать такую. А если вы... Если вы будете действовать... Если вы будете действовать... Исключительно в рамках своей компетенции. Исключительно в рамках... Эм... Того, что от вас... Грубо говоря... Грубо говоря, зависит. Да? И все будет действовать в рамках... Эм... Непосредственно... Тех обязанностей. Которые вам... Уверены. Вот. Я думаю, что это будет... Эм... Самым лучшим, что вы... Что вы можете... Что вы сможете сделать. Вот. Ну, опять же, опять же, опять же, да. Просто потому, что... Чем чем меньше... У... Кого-то возможностей... К вам... А... Придваться... Тем лучше для вас. Вот. А так у вас, ведь... Могут быть самые разные... Причины... И проблемы. Из-за чего... У вас трудности на работе. Так что... Давайте все-таки... Эм... Согласимся с тем, что мы... Не... Телепаты, да? Никак... Эм... Телепатами мы быть... Эм... Ну... Ну... Не можем. Вот. И вы нам просто... Рассказывайте свою историю. А мы уже вам стараемся... Стараемся помочь в рамках... Эм... Своей... Компетенции. Вот. Настолько, на сколько... Вы полно подоставите нам... Информацию... О... Собе. Вот. Понятно... О чем идет речь. Вот. Подумайте... Так же вот... Очень важно, да. Вы подумали... Для чего вам... Эм... Оставаться на работе. То есть... Почему вы... Эм... Так хотите... Оставаться на работе. Какой ценой вы хотите это сделать? Ну... То есть... Вот... Прямо... Крайне-крайне действие, на которое вы готовы пойти ради работы... Оно... Какое? Это тоже очень... Важный... Момент... Для того, чтобы лучше понимать... С чем мы имеем дело... Ну... Именно вот... Ваш... Именно в контексте... Ваш... Ваш... Ну... Это все исключительно... Только вот... В контексте... Ваш... И... Исключительно... Только... Вот. Надеюсь, вы поняли... Меня... Надеюсь, вы поняли... Что я хотел... Эм... Вам... Сказать... Ах... Значит... Значит... Эм... Если у вас остались... Эм... Дополнительные вопросы... Вы всегда можете... Задать мне их... В личку... Я буду рад помочь... Вам... Если... Вам понравился мой ответ... Буду благодарен... А... Если сделаете его лучшим... Я желаю вам всего самого доброго... И удачи! 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 Удачи!